Обсудим тему с Оксаной Продан, замглавой фракции БПП и, что даже более важно, ответственным экономистам, которые не скатываются в популизм, не чистую теорию. Правда, Оксана? Спасибо, что пришли. Ваш прогноз. Как долго стало ждать финальной версии меморандума СМВФ? Ну, на самом деле, я думаю, что никто в Украине сейчас не скажет конкретную дату этого меморандума. Все переговоры ведутся в абсолютно закрытом режиме. Налоговый и таможенный комитет, в котором я работаю, никакого понимания о том, что происходит и какие переговоры ведет Министерство финансов, на данный момент не знает. Но в парламенте вот сейчас уже даже начали появляться законопроекты о моратории на подписание меморандума СМВФ. Что это? Чистый пиар, популизм или просто желание подстраховаться и не принимать участие даже в обсуждении тех громких и скандальных законопроектов, которые общество может не принять? Я думаю, что вносить проект, который не несет за собой никакой смысловой нагрузки, зная точно, что он не может пройти через парламент, это чисто политическая деятельность. Хорошо. Из тех вопросов, которые обсуждаются, что по-вашему нужно Украине, а что нужно отсечь? Например, пенсионная реформа. Смотря какая. То есть, если мы говорим о том, что раньше декларировали исключительно об увеличении пенсионного возраста, не о чем говорить. Но если мы говорим о изменении системы, которая сегодня однозначно не работает и которая не обеспечивает страхование пенсионного, тогда да, можно говорить о изменении пенсионной системы. С тем, чтобы мы с вами, наши дети, имели шанс получить эту пенсию, реально пенсию в будущем. Хорошо. Также коротко попрошу прокомментировать земельную реформу. Вы считаете, что этот вопрос может решиться хотя бы в течение ближайшего года или нескольких? Я уверена, что на данный момент в парламенте нет голосов для того, чтобы отменить мораторию на продажу земли. Поэтому мы можем говорить только о прозрачности процедур, которые сегодня действуют, о полном очищении кадастра. Государство должно показать, очистить все те земельные участки, которые есть, чтобы было понятно, кто чем владеет. И это тоже важно. Оксана, а ситуация экономическая вообще? Насколько мы на сегодняшний день заинтересованы в транше очередном от МВФ? Учитывая последствия от блокады на Востоке, эксперты грозят миллиардными и многомиллиардными потерями. Курс гривны может просесть? Блокада на Востоке. Курс гривны сегодня не зависит. Ну, абсолютно другой, чем, опять же, вы говорите. Но на самом деле МВФ нам нужен как партнер для того, чтобы, во-первых, с нами работали другие международные организации и кредиторы. Во-вторых, держать, реально держать курс, это помощь, дополнительные деньги. Ну, и что важно, не только для нас, но и для МВФ, нам необходимо возвращать ранее взятые кредиты. А для этого, опять же, надо перекредитовываться в том же МВФ. Действительно, это правда, что в новых требованиях МВФ есть такой пункт запуск финансовой полиции вместо старой налоговой полиции? Или это все-таки наша украинская идея, которую пытаются? Я думаю, что это правильное предложение со стороны правительства Украины, если оно там есть. Никто же не видел последнего графта. Но мы вынуждены сегодня говорить о новых каких-то механизмах, потому что на прошлой неделе все-таки парламент смог провалить возрождение налоговой милиции. Сегодня этого органа нет. Он до юра вроде как есть, но полномочий у него нет. Пользуясь возможностью, тем предпринимателям, которые не знают, полномочий налоговой милиции сегодня нет. Поэтому Министерство финансов, Кабинет министров заинтересованы в том, чтобы создать новый орган. Оксана, ну начали мы говорить о налоговой, о финансовой полиции. Какую из этих направлений вы поддерживаете? Налоговую или финансовую полицию? Я была среди тех депутатов, которые делали все, чтобы не было проголосовано за отроджение податковой милиции. И я уверена в том, что это прошло. Мы не имеем права допустить их восстановление. А теперь мы говорим о службе створения финансовых расследований. Я переконна в том, что... Ну хорошо. Как быстро это можно сделать и каких изменений можно ждать? Что конкретно может измениться после запуска финансовой полиции? У нас с полицию реформировали, много кричали, но результатов нет. Не получится ли так же с финансовой? Ну, во-первых, я бы разделяла вообще значение налоговой милиции как таковой. Вся ее история с 2005 года нам ее обещали ликвидировать. Я говорю сейчас как бизнес, как граждане, потому что это только маски-шоу. Никакой эффективности их работы никто не смог доказать даже сейчас, когда мы обсуждали надо-не надо. Поэтому это абсолютно разные уровни. Но, когда мы говорим о создании другого органа вместо налоговой милиции, это однозначно должен быть орган, который будет заниматься аналитикой, и который будет заниматься исключительно преступлениями с большой стоимостью. Большие экономические преступления. Это не должны быть те люди, которые были вчера, которые еще до сих пор числятся в кадрах налоговой милиции, которые ходили и собирали, извините, деньги не в государственный бюджет. А об эффективности налоговой милиции могу от себя добавить. Специально проверял, готовясь к эфиру. Два месяца уже не существует ее, но за это время никакого всплеска коррупции или преступлений налоговых в Украине не видно. Спасибо вам за этот разговор. Оксана Продан была гостем подробностей недели. Мы с вами продолжаем.